5, 4, 3, 2, 1, 0. Старт. Вот таким обратным отчетом летит наша ракета. Точно так же я решил снять данный видос и передать свои новые знания. То, что касается установки удаления драйверов принтера. Повеси мне. Последний раз я мало времени трачу и очень часто сталкиваюсь с данным видом задач. Зато я решил запилить видос, чтобы вам было удобно максимально и чтобы вы сэкономили свое время. Естественно, я тоже экономлю свое время, потому что я тоже все свои действия запоминаю и перес оставляю свое наследие, можно сказать. Передаю свои знания. Первым делом от нас потребуется зайти в информационный файл, называется Info.ht, текстовый документ. Копируем нашу первую команду, Ctrl и нажимаем Windows R. Здесь вставляем нашу команду и нажимаем ОК. Заходим в устройство и принтера. Объясняю. Правая кнопка мыши, вот у нас Canon MF3010, наш принтер. Если мы нажмем удалить устройство, ну, моим свитчем делать не буду, он у нас с корнями не удалится. Первым делом от нас потребуется удалить и драйвера с корнями, только потом уже начинать с числа листа. Для этого заходим на самый простой метод, метод easy, программы и компоненты. И отсюда находим драйвер нашего принтера. Вот в нашем свитче Canon MF3010, правую кнопку мыши, нажимаем удалить. Видим, да, здесь специальная утилита, пока вы его не удалите, драйвера у вас с корнями системы не удалится. Вроде самый простой метод, но черт себе подир, он работает реально. Вот, используйте самый простой easy метод, чтобы у вас личных не было геймроев. Данную утилиту тоже удаляете, но в моем случае их удалять не буду. Так, все, разобрались. Самый простой метод я вам сказал. Далее идем. Мы будем использовать вот эту команду. Наш ассистент, помощник. Копируем, нажимаем Windows Air. Кстати, на данную команду оставлю ссылку в описании, либо еще, там вся эта команда будет висеть. Вы можете просто их скопировать, потом вставлять, как вам удобно. Если вы не можете скопировать и вставить, то тогда просто поставьте на паузу видос и вручную наберите на клавишах. Так, продолжаем. Нажимаем ОК. Заходим сюда. Здесь находим, вот драйвер нашего принтера, нажимаем удалить. Удалить драйвер и пакет драйвера. Нажимаем ОК. Нажимаем Да. И, как видим, у нас здесь будет прозрачно. То есть, мы не можем удалить, видим, да, данный принтер. Скорняем мы здесь отсюда не можем удалить. И если вы тоже точно столкнулись с такой же задачей, естественно, вам надо использовать первый метод, easy метод. Если первый метод не помогает вам, естественно, идем к другим методам. Давайте пока нажмем отмен и закроем данную утилиту. Давайте попробуем удалить с помощью 3-ти команды Print Management. Копируем. Нажимаем Windows R. Вставляем. Находим, точнее, наш драйверок. Нажимаем удалить пакет драйвера. Точно так же такая бирбирда. Мы не можем просто нажать туда, то есть, он прозрачно, заблокировано и как быть? Вот. С такими задачами я очень часто сталкиваюсь с разного вида головоломки и из-за этого я решил сэкономить ваше время все разобрать по полочкам. Пока что нажимаем отмена и его тоже отменим. Чтобы удалить, первым делом заходим в этот компьютер управления службы приложения службы находим диспетчер печати так, где наш диспетчер печати? Вот он, диспетчер печати и нажимаем остановить данную службу. Нажимаем ОК. пока сворачиваем и идем к нашему четвертому пункту. Копируем регедит Windows R вставляем сюда заходим в рестор так, давайте поменьше сделаем наш рестор и скопируем данную строчку кода. Вкратце объясню, видим, да? Указан X64 это для 64-х разрядная амп-система. Если у вас 32-битная разрядная амп-система, как и здесь, то тогда вы копируете нижнюю строчку. На моем случае 64-х разрядная амп-система. В адресной строке мы его вставляем вот сюда и нажимаем Enter. и здесь мы находим наш драйвер так находим версия 3 вот и вот наш Canon MF310 данную срочке ветки мы нажимаем переименовать и можем просто поставить 0.1 сворачиваем просто ставим 0.1 и сворачиваем заходим точно так же служба и здесь диспетчер печати от нас потребуется запустить пускаем нажимаем окей сворачиваем копируем вторую команду в принципе вот это printue тоже этого достаточно тоже ну смотрите как вариант я оставил данную строчку кода юзайте как вам удобно и теперь давайте попробуем удалить наш драйвер нажимаем удалить удалить драйвер и пакет драйвер да как видим у нас удалить доступно он у нас не заблокировано а доступно вот таким easy методом простым методом вы можете как бы удалить драйвер с корнями но поверьте мне чтобы так получался у меня я немало то есть голову поломал и временем потратил если вы тоже хотите сэкономиться время тогда прислушайтесь пожалуйста моим знаниям опыту и у вас тоже точно так же будет получаться если я мог естественно и вы можете так все этот момент разобрали и идем далее далее у нас идет смотрите что у нас далее идет далее как вариант если у вас этот вариант тоже не помогает я подготовил и другие варианты это все я проходил и до сих пор прохожу через это я делюсь своими знаниями как говорится всегда пожалуйста копируем наш спол нажимаем windows вставляем и естественно мы попадаем в драйвер здесь чтобы удалить вообще папку спол желательно зайти в безопасный режим если в безопасный режим не получается все драйвера удалить с этой папки получается ну желательно естественно заархивировать сделать архив бэкап сделать только потом уже отсюда удалить все папочки от принтеров здесь драйвера хранятся от принтеров от сетевых и от самих локальных принтеров все драйвера здесь хранятся одним словом только потом нужно попробовать если в безопасном режиме у вас не получается удалить то тогда естественно пробуем беспошадно удалить данные папки в аварийной загрузке у вас точно получится и никаких проблем у вас не будет однозначно могу сказать можете загрузить любую аварийную загрузку там 2к либо live сети там стрелец там а уюзайте какой удобно вам сборка вот это тоже возьмите на выражение и есть еще один такой вообще очень простой метод easy метод для этого заходим в диспетчер устройств допустим у вас установлен драйвер принтера и у вас никак не получается установить либо удалить его попробуйте обновить драйвер драйвер и урожен указать новую версию как вариант совет естественно скачать другую версию и указать данный драйвер потом можно попробовать дать не обещать либо попробовать там удалить драйвер и возможно еще у вас со сканером проблема но со сканером точно так же можете проделать данную процедуру либо точно так же отсюда можете удалить драйвер устройства а потом уже проверить как удаляете не забываем нажать на поиск обновить конфигурацию оборудования если вы правильно сделали он не должен здесь появиться но список принтеров он должен у вас исчезнуть это тоже как один вариант возьмите на вооружение далее у нас идет смотрите я последний раз 4 раза был на заявке и обратил внимание вот windows 10 версии 20 h2 очень-очень много времени тратил и терпел 4 раза неудачу у меня не получалось никак связать их между собой там была разная операционная система и данная операционная система они никак не хотели дружить у меня не получалось никак не удалить не усыновиться я не мог подружить ни сетевые драйвера там и у меня были вот такие моменты которых я не смог решить я запомнил и естественно передаю свои знания вот версии 20 h2 кто-то не дружит с драйверами получается это довольно новая версия возможно кто писал исходный код драйверов он не рассчитал на данную версию учитывайте то что если у вас каким-то образом никак не получается все вот эти действия проделали и у вас никак не получается то да естественно обратите внимание какая у вас сборка windows если данная версия windows сборки она вряд ли может у вас не получиться если у вас получится я буду только рад если у вас каким-то образом никак протекон встает пора задуматься о персонете и персонете это был уже самый конечный метод решения получается все возможные варианты я вам уже сказал поделиться если у вас остались какие-то темы которые я не смог вам донести получается либо что-то новое и что-то у вас не получается конечно пишите в комментариях вместе обсудим решим данный вопрос всегда рад помочь а с вами Макин я передал новые знания оцените пожалуйста данный видос лайками дизлайками и конечно подписывайтесь на мой канал это будет для меня ну просто приятно всем покеда